Сегодня представитель Следственного комитета России Александр Бастык вместе с группой следователей и криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета прибыл в Каир, где в ближайшее время состоится встреча с Генеральным прокурором Арабской Республики Египет Набилем Ахмедом Садыком. Несмотря на то, что компетентные органы Египта оказывают всяческое содействие следователям и криминалистам Следственного комитета на месте происшествия, действиям российских следователей очень важно придать процессуальный статус, который позволит закреплять и фиксировать следы происшествия в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Также на встрече будет определен и совместный механизм организации расследования происшествия. Именно эти вопросы и намерен обсудить представитель Следственного комитета с Генеральным прокурором Арабской Республики Египет. Кроме того, во время своего пребывания в Египте Александр Бастрыкин проведет совещание, на котором определит основные направления работы следователей и криминалистов Следственного комитета по установлению причин и обстоятельств авиакатастрофы. В рамках уголовного дела о крушении российского самолета уже началось проведение судебно-медицинских экспертиз более 130 тел погибших, доставленных в Санкт-Петербург. Также по ним назначены и генетические, и дактилоскопические экспертизы. У родственников всех, находившихся на борту, взяты образцы для сравнительного исследования. Следователи уже приступили к процедуре опознания погибших, ну а затем и начнется выдача их тел родственникам. В рамках уголовного дела следователи изъяли в офисах авиакомпании Когалым Авиа, туроператора Бриска, а также в аэропорту приписки воздушного судна Домодедова, всю возможную документацию, связанную с деятельностью авиаперевозчика, эксплуатацией и техническим обслуживанием самолета. Все эти документы в совокупности с другими доказательствами помогут остановить полноту и правильность подготовки воздушного судна и летного экипажа к полету. Наряду с этим продолжаются допросы всех лиц, задействованных в работе по подготовке самолета и экипажа. В настоящее время группа следователей и криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета по согласованию с компетентными органами совместно с представителями Республики Египет продолжает комплекс следственных действий на месте катастрофы. Следственный комитет рассматривает, как и в любой авиакатастрофе, все версии, не исключая ни одной, но говорить о каких-либо приоритетных можно будет только после завершения ряда следственных действий, главные из которых, конечно же, расшифровка бортовых самописцев, ну и, конечно же, после получения результатов всех необходимых экспертиз. Поэтому версии, которые сегодня выдвигаются различными источниками, могут быть основаны только на предположениях и умозаключениях, а не на объективной картине. Ну а следствие руководствовалось и всегда будет руководствоваться только фактами и объективными данными. И делать окончательные выводы о причинах произошедшего, и тем более говорить о виновности конкретных лиц, это исключительная компетенция следственных органов. Продолжение следует...